На прошлой неделе состоялась летняя спартакиада учащихся Кубани по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие юноши и девушки из 30 районов края. Кто представлял наш район и с каким результатом закончилась спартакиада, смотрите в следующем материале выпуска. Софья Гнусырькова – одна из тех, кто на спартакиаде представляла нашу малую родину. Для нее эти соревнования первые. Легкой атлетикой Софья занимается недавно. Но в планах у спортсменки и в дальнейшем развиваться в таком непростом и красивом виде спорта. Эти соревнования для меня очень важны, потому что они могут мне помочь в будущем преодолевать себя на следующих соревнованиях. А вот Елизавета Кукарека не в первый раз участвует в подобных соревнованиях. Для спортсменки важно не столько участие, как и результат соревнований. Для меня важно участие на этих соревнованиях. Надо набрать результат и победить. На торжественном открытии спартакиады присутствовали почетные гости. Глава Славянского района Роман Синеговский, председатель районного совета Григорий Литовко. Спартакиада проходит именно в нашем городе не случайно, ведь Славянск-на-Кубане – один из самых спортивных городов Краснодарского края. Всего в соревнованиях приняли участие около 300 юных спортсменов Кубани. Программа спартакиады оказалась очень насыщенной. Участники состязались во всех видах лёгкой атлетики – беговой программе, прыжкам с шестом, прыжкам в высоту, в длину, метании, толкании ядра. Несмотря на юный возраст участников, все представленные дисциплины осуществлялись по строгим правилам. Все соблюдены правила всероссийской спартакиады положения, составлены на основе именно всероссийских правил лёгкой атлетики. Поэтому спортсмены наши, несмотря на свой юный возраст, это у нас 16, 15 и даже 14 лет, некоторые участники выступают по серьёзным взрослым правилам – настоящая лёгкая атлетика. Строгие правила соблюдаются не случайно, отмечает Галина Шемякина. Это делается для того, чтобы отобрать лучших на финальный этап всероссийской спартакиады учащихся, которая состоится в следующем году. Спартакиада Кубани проходит у нас раз в два года. Она чередуется со всероссийской спартакиадой учащихся, является генеральной репетицией. Мы смотрим наш будущий состав, который планируется на финальную спартакиаду всероссийскую на следующий год. Поэтому соревнования массовые. У нас порядка 300 участников принимают активные действия. По итогам спартакиады все участники заняли места согласно своей категории. В общекомандном зачёте команда Славинского района по лёгкой атлетике заняла третье место. Несмотря на то, что кто-то вырвался в лидеры, а кто-то немного отстал, все участники получили большой опыт, новые знакомства и массу ярких впечатлений. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».